Привет, друзья! Давно не виделись. Хочу поделиться с вами своим смехом. Никогда у меня такого не было. Но я всё равно целенаправленно вижу. Хочу показать вам, что пока есть. Вы посмотрите. Я, может, кто-то помнит, у меня есть мастер-класс. Красную блузу вязала таким же рисунком, шишечками. Мы называем шишечки. Некоторые называют ананасы, но не важно. А у нас, получается, поскольку мы сверху вяжем, эти шишечки, видите как, они смотрят вниз, как капля. И визуально выглядят намного легче как-то, чем если бы они, вот так вот, как обычно вяжут и называют их ананасами. Ну, ладно. Сегодня тема смех. Поскольку там у меня не хватило ниток, и я связала так, типа болеро короткое. Ну, в общем, кому интересно, посмотрите в моих плейлистах такое же, ну, красное болеро. Мастер-класс, да. Вяжем шишечками. И нашла я в своих залежах вот такие нитки. Когда-то я из них вязала свадебное платье. Может, тоже кто-то посмотрит. В моих плейлистах есть свадебное венчальное платье. Вот такие нитки нашла. Вот они. Это хлопок. Турецкая нитка. Турки. Прямо написано вот. Турки. Вот. Потому что очень многие, очень многие спрашивают у меня, из каких ниток я вязала. Хотя неважно из каких. Вот почему я сейчас делаю это видео. Неважно из каких ниток. Потому что я из этих ниток этот рисунок никогда не вязала. И посмотрите, как я промахнулась. Вот в чем смех. Я думаю, ну, тонкие нитки. Так маленькое плечо начала. Потом прибавила немножечко. Как обычно мы здесь набираем цепочку. Здесь прибавляем, да? Вот. Получается, что. И здесь прибавляем. Набираем между плечами. И смотрите, сколько я здесь набрала. В общем, так увлеклась, что это, наверное, будет 66-й размер. Или 80-й размер. Но неважно. Вот что получается. Я специально вам показала не отглаженный вариант. Хочу еще на себе показать. И потом сейчас я его отпарю. И покажу отпаренный вариант. Это я к чему? Чтобы вы не спешили распускать. Если у вас вдруг больше, чем вам кажется, получается размер. Посмотрите. Тыдынч. Тыдынч. Видите? Какой размерчик. То вы не спешите распускать. Тем более, я вязала эту блузу, поскольку очень соскучилась за вязанием. Я последний раз выходила на связь с вами с мастер-классами где-то в апреле 20-го года. Сейчас уже конец декабря 20-го года. Что-то у меня было, не было настроения. Кто-то мне его испортил своим комментарием. Что типа, мол, кто-то написал что-то такое. И я расстроилась. Потом я занималась садом-огородом и долго не вязала. И вот месяц назад что-то я себя плохо почувствовала. Думаю, надо какую-то зарядку, надо какую-то цель себе поиметь. Надо что-то связать. Порылась в своих закромах, нашла вот эти нитки. И думаю, они же очень тонкие. Скатерть, что-то мне неохота было с них вязать. У меня их много. Ну, целая упаковка. 10 штук. Думаю, свяжу. Для своих подписчиков. Для девчонок, которые... Вот я тогда, в принципе, связала очень короткий. Как бы болеро получилось. У меня тогда этих красных ниток не хватило. Думаю, сейчас свяжу. Прям свяжу. Смотрите, что получается. Связала. Сейчас я отпарю, разглажу и тоже померяю тут же. И потом посмотрим, что это за вещь. То есть в результате ее можно будет вот здесь вот сделать обвязку по горловине и как бы уменьшить размер. А здесь она такая разлетайчка у меня получится. Легкая, на сарафанчик летний. И в принципе, наверное, на любой размер. Потому что, ну, у меня там 44-46. И пятидесятого размера женщина при желании оденет. В общем, вся моя... Весь мой диалог к тому, что, ребята, не расстраивайтесь. Довязывайте до конца. И это принесет только пользу и здоровье. Потому что, когда я не вязала полгода и села вязать эту вещь, у меня в результате, я смотрю на утро, у меня болят все руки, выкручивает вот здесь вот. Все тело болит. Оказывается, когда вяжешь, работают все мышцы. Вот почему многие спрашивают меня, почему ты сохраняешь фигуру и худая так всю жизнь. Потому что я делаю зарядку каждый день в виде вязания. Вот когда я вяжу крючком, получается, работают все мышцы. Вот и мышцы живота, и мышцы ног. Все работает, ребята. Так что делайте такую зарядку и будьте мне здоровы. Сейчас вот дальше покажу, как эта вещь преобразуется после того, как я ее распарю, отпарю утешком. Вот про эту блузку я говорила, красную, может, кто-то помнит. Мы делали мастер-класс. Я вязала эту блузочку под плеча. В общем, кого интересует, посмотрите мастер-класс. Так, а вот в распаренном виде, в разутюженном, в отутюженном, кому как удобнее говорить. Вот, смотрите, вот получилась такая вещичка. Кажется, большая. Но когда эту мы вязали, она была такая же, казалось, большая. Вот такая огромная была пройма. И когда мы собрали вот этой планочкой, видите, планочкой собрали, чтоб она присобралась и сделала форму, сейчас это вот такая вещь. Потом будет... потом. Сейчас я вам покажу, какая она получается на фигуре. Вот. Так что я решила не распускать. На... на всю вот эту вот часть у меня ушел один моток. Так что я думаю, еще один моточек, еще один моточек вниз, и будет такой картиган-разлетайчка. И еще, наверное, на рукава один моточек пойдет. Не знаю. Ну, в общем, у меня их пять. Если три пойдет, то хорошо. Вот, посмотрите, как проявляется рисунок. Уже в отутюженном виде. Какой нежный получается, летящий. Очень тонкая нитка. Очень тонкая нитка. Сейчас я расправлю. Специально я делаю такую темную, темную бруску, чтобы на ее фоне было видно. Но если вы летом накинете вместо шали, даже на купальник, или там с бретельками, с большим декольте, какой-то сарафанчик, то оно вам препятствует пикантный такой вид. Ну, мне так кажется. А вам самим судить. То есть я просто для того, чтобы себя не расстраивать и не распускать, я придумала себе такую версию. Может быть, кому-то из подруг понравится эта вещичка, потому что было у меня такое, что я вот несколько таких подобных веществ дарила подругам. Опа, у нее день рождения, а мне нечего подарить. И я в своих закромах покопаюсь и нахожу что-нибудь подобное. Или шаль, или вот такой кардиганчик. Но зато у меня есть дело. Сейчас, наверное, на месяц вперед, на эти праздничные дни, у меня есть дело. Будет с чем смотреть телевизор. Так, одним глазом в телевизор, одним глазом сюда. И вот тебе гимнастика для глаз, чтобы зрение улучшалось. Ну, в общем, при желании, я вот к чему стремлюсь. Что хочу вам, в общем-то, сказать. При желании можно придумать себе любую историю, чтобы двигаться, чтобы трудиться, чтобы не умирать от скуки и продолжать интересную жизнь. Даже вот в нашем возрасте женщины многие жалуются, что ой, мне уже там 50, 60, 70, я старая. Я борюсь со старостью вот таким образом. нахожу себе дело. Сейчас учеников мало из-за этой пандемии. Серёж, не надо. Дело нам надо находить. Зима. Я не очень-то люблю зиму и гулять по снегу. И вот вместо прогулок, вместо вот этих холодных, снежных гуляний, я себе придумала дело. Так что и вам желаю также находить себе любое занятие творческое, нетворческое. Мой муж, например, любит у него зимой главное занятие это чистить снег вокруг дома. А у меня вот вязать. Так что, если кто-то захочет что-то связать по принципам нашим разработкам, нашим, видите, вот бесшовной технологии, заходите ко мне в плейлисты, ставьте там колокольчик, ставьте на страничке, чтобы новые мои, ну я уже теперь, наверное, точно буду часто выходить в эфир. Прошло у меня то настроение обиды от подписчиков, которые мне там какие-то гадости писали. Так что я решила жить дальше увлечена и вас увлекать. Нажимайте на колокольчик, скоро будет видео про то, как я закончила эту блузку. до сих пор, до сих пор. До сих пор.